По поводу третьего довода были возражения, как обычно, абсолютно неуместные. Но они были. В качестве третьего довода мы привели хадис о 12 халифах и доказывали этим, что пророк, салаллаху алейкум алейкум ассалям, назначил своими наместниками 12 человек. Уважаемый доктор подумал, что я доказываю число 12, и поэтому почти все свои возражения направил в эту сторону. Но как вы должны были заметить, я не доказывал число, а доказывал сам факт назначения. Поэтому возражения доктора также никакого урона третьему доводу нанести не могли, даже теоретически. А что касается числа 12, то в этом предании ясно сказано, что халифов, наместников пророка, салаллаху алейкум алейкум ассалям, будет только 12. Уважаемый доктор говорит, что если в хадисе сказано 12, то это еще не значит, что их будет 12. И в качестве аргумента привел ряд примеров, в том числе предания о том, что в уме Мухаммада, салаллаху алейкум алейкум ассалям, будет 12 лицемеров, 6 прав мусульманина над мусульманином и так далее. Это, конечно же, абсурд. И попытка избежать ответственности перед достоверным хадисом. Причем оправдание и попытка убежать о смыслах хадиса сопровождается обвинением пророка, салаллаху алейкум 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 ассалям, во лжи. То есть пророк, салаллаху алейкум 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 ассалям, сказал, будет 12, но это ложь, будет не 12, хочет сказать уважаемый доктор. Это, на самом деле, очень частое следствие подобных оправданий. Это же следствие мы наблюдаем в обсуждаемой теме. Отрицая, что Аллах не назначил имама и халифа, они обвиняют его в беспомощности, жадности и невежестве науду биллах. Во-первых, если в хадисе сказано 12, значит 12, не больше и не меньше. Если вы говорите, что в каком-то хадисе сказано, халифов будет 12, но на самом деле халифов будет больше, то мы с этим утверждением никак не можем согласиться. Это обвинение пророка, салаллаху алейкум 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 ассалям, в самых непристойных качествах. Как бы вы отнеслись, если бы я сказал, что у меня 12 детей, а на самом деле было бы больше детей? Поэтому, если в разных хадисах звучит разная цифра относительно одной и той же вещи, то или имеется проблема в достоверности предания, или же этому должно быть какое-то логичное объяснение. Я думаю, вы сами это понимаете, с учетом того, что вы сказали, что в хадисе сказано 12, потому что именно такое число халифов будет из курайшитов. С этим объяснением мы никак не можем согласиться, потому что в хадисе не сказано, Что из курайш будет 12 халифов. Нет, не это сказано. А сказано следующее После меня будет 12 эмиров. После меня будет 12 халифов. После меня будет 12 лидеров. Я куну мим ба'ди истна ашара амиран. Коль лу хум мин курайш. Вот так сказано в хадисе. После меня будет 12 эмиров, каждый из которых является из курайш. Вы чувствуете разницу между первой формулировкой и второй формулировкой? Ваше объяснение соответствует только первой формулировке, но никак не второй. Поэтому оставьте это объяснение при себе. Что касается других примеров, которые вы привели, то у каждого из них имеется логичное объяснение. Например, хадис о 12 лицемерах. Дело в том, что пророк сказал, Среди моих сподвижников 12 лицемеров. Не сказал среди моей умы 12 лицемеров. Не сказал, В моей уме будет 12 лицемеров. А сказал, Среди моих сподвижников 12 лицемеров. И самое главное, пророк не имел в виду среди всех своих сподвижников, а только среди тех, которые участвовали в битве при Табуке, в битве Табук. То есть пророк имел в виду только тех людей, которые участвовали в битве Табук. Но передатчики, уважаемый доктор, которые имели с вами схожие убеждения, не могли передать предание так, как было сказано пророком. Им нужно было обязательно исказить это предание. И это предание не соответствовало их убеждениям. Поэтому они исказили смысл этого предания настолько, до такого абсурда, что даже вы теперь возмущаетесь. Как такое может быть, что среди многомиллиардной общины мусульман всего лишь 12 лицемеров? Уважаемый доктор, не возмущайтесь. Не среди умы говорил пророк, а среди сподвижников. И то только среди тех, которые участвовали в битве Табук. Муслим в своем сахихе привел предание без этого искажения. В версии, которые привел муслим, сказано «Кален Набиев, салаллаху алейхи вассалям, фи асхаби исна ашара мунафитан». Что среди моих сподвижников будет 12 лицемеров. Это приведено в сахихе Муслиме. Вслед за этим преданием муслим приводят это же предание, но уже по другой цепочке передатчиков. Где вместо слов «асхаби» моих сподвижников сказано «уммати», то есть среди моей уммы. А это значит, что один из передатчиков исказил смысл предания в угоду своих желаний. Поэтому пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «фи асхаби», не сказал «фи уммати». Просто некоторые передатчики в угоду своих желаний исказили. Так же, как вы искажаете, толкуя некоторые аяты, некоторые хадисы по своему желанию. А доказательством того, что в этом предании речь идет даже не о всех сподвижниках, а только о тех, которые участвовали в битве Табук, является то обстоятельство, при котором были сказаны эти слова. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал эти слова после того, как сподвижники пророка, салаллаху алейхи вассалям, попытались убить его светлость, когда он возвращался из похода на Табук. Событие произошло на перевале, Акаба. Это событие описано в Муссаде Ахмада, его можно обнаружить. Событие довольно-таки подробно описано в Муссаде Ахмада. Я все на арабском читать не буду, сразу переведу, чтобы не тратить время. Предание передается от Абут Фейла, который сказал, когда посланник Аллах, салаллаху алейхи вассалям, возвращался из битвы при Табуке, он приказал объявить о том, что он пойдет через верхнюю часть горы. И никто, кроме него, и тех, которые провожают его, не должен идти этим путем. То есть пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, что он выберет определенный путь, и всем остальным запретил следовать за ним. Все остальные должны были идти через перевал. И вот, когда посланник Аллах, салаллаху алейхи вассалям, шел вместе с Хузаифа ибн Яманом и Аммаром ибн Ясиром, то есть пророка, салаллаху алейхи вассалям, сопровождало всего лишь два человека, Хузаифа и Аммар. Хузаифа шел впереди пророка, Аммар шел позади пророка, салаллаху алейхи вассалям. Это все описано в предании. Вдруг появилась группа людей, лица которых были закрыты. И были они все верхом на верблюдах. Они перекрыли Аммара, который шел позади посланника Аллаху алейхи вассалям. И тогда Аммар подбежал к ним и начал бить по лицам верблюдов, чтобы отогнать верблюдов. Посланник Аллаху алейхи вассалям сказал Хузаифе, веди, веди вперед, пока он не упал со своего верхового животного. Когда же он упал, Аммар подбежал к нему. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, О, Аммар, узнал ли ты этих людей? Аммар ответил, я узнал большую часть из этих верблюдов, а лица их наездников были закрыты повязками. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, знаешь ли ты, что они хотели? Аммар сказал, Аллах и его посланник знают лучше. Он сказал, они хотели спугнуть животное посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, чтобы скинуть его с горы, дабы он разбился. То есть они хотели скинуть посланника Аллаха, испугнув его животное, чтобы скинуть его с горы и таким образом убить. После этого Аммар спросил некоего человека из числа сподвижников посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заклиная тебя Аллахом, сколько человек ты знаешь из числа тех, кто пошел вслед за нами вверх по горе? Кто-то ответил, 14 человек. 14 человек. Тогда Аммар сказал, в таком случае, если ты был с ними, то у вас было 15 человек. Посланник Аллаху алейхи вассалям назвал троих из них. И они сказали, клянемся Аллахом, мы не слышали глашатая посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и мы не знали, чего хотели те люди, что пошли вверх по горе вслед за пророком. То есть из 15 человек трое не знали, что пророк запретил идти за ним. Трое не знали, что нельзя подниматься на гору вслед за пророком, салаллаху алейхи вассалям. И тогда Аммар сказал следующее, обратите внимание, Аммар передает слова посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Аммар сказал, клянусь Аллахом, все остальные 12 являются заклятыми врагами Аллаха и его посланника в ближнем мире, в этом мире, когда восстанут свидетели. То есть судный день. То есть эти 12 человек, которые хотели убить посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и которые участвовали в битве при Табуке, участвовали в походе на Табук, именно об этих людях говорил посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И именно их говорил. И об этом предании огромное множество. Имеется огромное множество историй об этом. И в этих историях непосредственно участие принимал Умар ибнел-Хаттаб. Он подходил к Аммару, подходил к Хузейфе и спрашивал, я вхожу в число этих 12 людей? Зачем Умар спрашивал об этом? Зачем Умар спрашивал, входит ли он в число этих 12 людей? В любом случае, эти слова посланника Аллаха, салаллаху алейкум алейкум алейкум, не относятся ко всей Умме и даже не относятся ко всем сподвижникам, а относятся только тем, которые участвовали в битве при Табуке. Это предание также привел Хейсами в Меджмайон Завайт и сказал, что все передатчики являются надежными. Тоже от Абу Туфейла и те же слова. И после предания Хейсами говорит То есть, предание передано от Табарани в Кабире, все передатчики являются надежными. Все то же самое предание. То есть, предание это является достоверным. Поэтому речь об этих 12 людях, которые покушались на жизнь пророка, саллаху алейкум 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 ещё салям, по возвращению из битвы Табук. А битва Табук, я напомню, состоялась в 9 году хиджи, когда у пророка, саллаху алейкум алейкум алейкум, уже не оставалось никаких явных врагов, только скрытые, о которых вы любите говорить, что они были близкими сподвижниками пророка, саллаху алейкум алейкум алейкум. Это был самый длинный и тяжелый поход в посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салам. Его светлость впервые не взял с собой Алибин Абитальев, по определенным причинам. Хотя до этого Али, салаллаху алейхи ва салам, был неразлучен с пророком, салаллаху алейхи ва салам. В этой битве не участвовали очень многие лицемиры, а только некоторые. Только некоторые участвовали в этой битве. И доказательными этого являются аяты, которые были несползаны об этих событиях. И содержатся эти аяты в девятой суре, суре Тауба. Поэтому, если в хадисе сказано 12, значит 12, не больше и не меньше. Если вы скажете, что такое же объяснение можно найти и хадису о 12 халифах, например, сказав, что данное предание гласит, что именно такое число халифов будет из курайшитов, то с этим объяснением, как уже было сказано ранее, мы никак не можем согласиться, потому что формулировка хадиса этого не позволяет. В хадисе сказано После меня будет 12 халифов. И все они из курайш. Как это можно растолковать так, как вы растолковали? Это просто невообразимо. На что идут люди, чтобы оправдать свои недействительные и ложные взгляды? Даже ложь готова приписать посланию к Аллаху, где же ваша приверженность к сунне? Или сунна для вас это только сунна лицемеров? С вашим толкованием не позволяет согласиться и другой достоверный хадис, уважаемый доктор, который приведен Ибн Хаджар, Ибн Хаджаром Аль-Аскалани в Маталибул Алия. В Маталибул Алия сказано следующее. Предание передается от Масрука, который сказал, Некий человек пришел к Абдулла ибн Масуду и сказал Рассказывал ли вам ваш пророк, сколько после него будет наместников? Абдулла ибн Масуд сказал, да, конечно же рассказывал. Но до этого, до тебя, меня никто об этом не спрашивал. Никто этот вопрос мне до тебя не задавал. Но ты самый молодой из людей. И потом Ибн Хаджар продолжил. То есть их количество будет равно количеству глав, количеству лидеров, количеству лидеров, количеству вождей мусы. То есть количество вождей Бани Исраиль, количество вождей иудеев. А сколько было вождей у иудеев? Сколько сказано в Коране? Исна ашара накибан. Двенадцать вождей. Этот хадис, который является согласно утверждению Ибн Хаджар Аскалани, который в Маталибль Алия сказал Хада иснаду ху хасан. У этого предания хороший, хороший иснад. Это хадис 3093, 9-й том, страница 577. Это предание с вашим толкованием, с вашим объяснением ни в какое соответствие не входит. Оно полностью противоречит тому толкованию, тому объяснению, которое вы дали. Здесь ясно сказано, что халифов, что наместников, я опять-таки повторюсь, как говорил в начале своей речи, халифы, это не те, которые обладают властью хиси. Это не те, которые приходят к власти, захватывают власть, каким-то образом обретают власть. Нет. Это те, которые обладают властью ма-нави, как вы выразились. Это те, которые являются наместниками пророка, а не наместниками шайтана. И в этом хадисе ясно сказано, что халифов будет столько, сколько было вождей и лидеров у Баню Исраиль, сколько было вождей и старейшими у Мусы, Ибн Хаджар Аскалани привел это предание, также в другой своей книге, а именно в Фатху Лубари, он привел это предание, и также назвал его Хасан, Бисанадин Хасанин. Ибн Масуд сказал, Ибн Масуд сказал, мы спрашивали об этом посланник Аллаха, и он ответил, что 12 подобно числу вождей Ибн Исраиль. Это Фатху Лубари, книга установлений, глава назначения халифа, толкование хадиса 6796, том 13, страница 225, Дару Рьян и Лит Тураус, 1986 года издания. Эти предания ясно свидетельствуют о том, что халифов будет только 12, а вам, уважаемый доктор, я посоветую привести свое убеждение в соответствии с достоверными преданиями, а не искать им нелепые объяснения.